Общее сведение. Зубной камень – это твердая масса на поверхности зубов, которая образуется из зубного налета остатков пищи под воздействием активных веществ слюны и вследствие жизнедеятельности микроорганизмов полости рта. При отсутствии регулярной профессиональной гигиены полости рта, зубной камень со временем формируется даже у лиц, которые соблюдают все правила чистки зубов. Механизм образования зубного камня. По данным ВОЗ, зубной камень обнаруживается у 80% взрослого населения. Основой для зубного камня является зубной налет, слизь, микроорганизмы и слущины клетки эпителия. Со временем налет твердеет и приобретает темный цвет за счет содержания в нем солей, железа и кольца. Темный цвет налету придают также красители пищи. Зубной камень, в первую очередь, появляется в труднодоступных для чистки зубов местах, в местах скопления микроорганизмов и в местах, которые не самоочищаются в процессе оживания. Срок формирования зубного камня от четвертых до шести месяцев, после чего еще несколько месяцев проходит до максимального уровня его распространения. Уровень распространения зубного камня зависит от индивидуальных особенностей организма. В последнее время зубной камень стал чаще диагностироваться в детском и подростковом возрасте. Это связано с неправильной гигиеной полости рта, погрешностями питания и проблемой детского курения. С возрастом количество зубного камня лишь увеличивается. Причина появления зубного камня Каждый человек подвержен появлению зубного камня, но основные причины его чрезмерного образования при соблюдении гигиены полости рта Это нарушение солевого обмена и несвоевременная смена зубных щеток. Слишком мягкие зубные щетки также не способны вычистить весь налет. Некачественные зубные пасты Живание пищи преимущественно на одной стороне из-за травм или из-за дефектов зубного ряда являются предрасполагающими факторами для образования зубного камня. Если в рационе человека длительное время преобладает мягкая пища, то нарушается естественное очищение зубов в процессе живания, что способствует скоплению зубного налета. Сначала зубной камень появляется на шейках зубов, но со временем переходит на коронку и корень зуба. При отсутствии должного ухода зубной камень формируется не только на зубах, но и на зубных протезах. Гиперсолевация, изменение состава слюны, нарушение обменных процессов и заболевания желудочно-кишечного тракта способствует появлению зубного камня. Длительный прием антибактериальных препаратов Курение и индивидуальные особенности зубного ряда, такие как неправильное расположение зубов и недостаточно гладкая поверхность предрасполагают к появлению зубного камня. Клинические проявления зубного камня Сначала вокруг шейки зуба формируется темного цвета ободок, наиболее заметный и с внутренней стороны зубного ряда. Далее зубной камень переходит на коронку зуба и на наружную поверхность зубов. Возникает кровоточивость десен и неприятный запах изо рта. Помимо эстетической проблемы, зубной камень приводит к повреждениям десневых сосочков. Зубной камень может быть надесневым и подесневым. Надесневый зубной камень заметен при осмотре и самому пациенту, он является эстетической проблемой так как страдает внешний вид человека. Он имеет желтоватый или коричневый цвет и твердую консистенцию. Подесневый зубной камень очень твердый и плотный, имеет зеленовато-черный или темно-коричневый цвет. Подвесневой зубной камень плотно прилегает к поверхности корня зубов и виден только стоматологу при инструментальном обследовании. Генгивит является распространенным осложнением зубного камня, кроме этого создается благоприятная среда для размножения патогенной микрофлоры, развивается парадонтит и кариес.